здравствуйте драгоценные мои друзья победа победа или смерть вообще победа или поражение ну все по да все стараются победить все даже проиграв кричат нет мы все равно победили мы морально сильнее мы все равно так сказать мы отомстим мысль как часто бывает не смотрите что что то что он так выглядит хорошо что не все хорошо на самом деле все там прогнило все сейчас рухнет а мы которые там ковыряемся в грязи мы тут на коне ну друзья мои часто бывает желаемое выдавая выдается за действительно и люди не могут признать свое поражение не в публично даже а внутри себя сказать да я был неправ я проиграл вот это внутреннее признание дает возможность человеку развиться из поражения из 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 проигрыша вы вынести те уроки которые позволят ему подняться выше чем тем кто у него выиграл кто победил вот это вот вселенская игра то борьба вечная борьба поражение проигрыш выигрыш как часто выигрыш триумф оборачивается проблемой если человек или государство неосознанное выигрыш в чем-то победа является поражение она может быть не сразу проявляется она проявляется позже и как часто угнетатели становятся угнетаемыми они вот карма привязывает привязывает человека или общество или эгрегор который победила кого-то привязывает к этому и в конце концов проигравшие поднимаются вверх выигравшие победители опускаются в процесс этот постоянно происходит во всяком случае в этом мире вот это переход вверх и вниз люди которые искренне ненавидят друг друга начинают их души воплощаются в тех в тех странах в тех нациях которых они ненавидели вот с позиции нашей жизни нашей жизни не видно да вот примеру соединенные штаты америки и такая позорная страница как рабство когда из африки привозили чернокожих людей и заставляли их работать унитали потом пошел процесс длительный процесс как бы гармонизации этого предоставление свободы но все равно вот это вот граница разделения она до сих пор действует и вот этот куклу скалан и вот эти вот люди которые презирали чернокожих сейчас многие души перевоплотились именно в тех да именно они превратились перевоплотились черную расу и теперь подчас процветает черный расизм черные вот это вот пренебрежение к белым до снежки там еще что-то да вот это вот на другом уровне те же те же души смотрят с другой стороны с позиции черных но они не поменялись они те же расисты те же расисты только с черной стороны на друзья мои часто противоборчивости и нации у которых идет борьба но длится столетиями до война как часто души перевоплощаются именно притягиваются в тех кого они ненавидели найти антисемиты очень часто рождаются именно в в еврейских семьях и проявляется уже не антисемитизм а сионизм на то есть вот эти вот с той же с той же позиции все это все это меняется огромная война которая проходила на территории нашей страны разделения на белых красных на вот этих великой отечественной война там защитники или фашисты вот как вы думаете вот это перевоплощение душ те фашисты которых победил победил советский союз где они сейчас где они сейчас перевоплотились как вы думаете ну так вот предположение друзей мы всего лишь всего лишь я даже не буду делать утверждение потому что это может кого-то оскорбить и обидеть но вселенная вот так так дает нам уроки и часто поражение когда она создана когда вы проиграли когда вы упали в грязь если вы не вините кого-то а начинаете искать причины в себе причины в себе в своей гордыне в своей глупости лени да это дает вам шанс подняться как когда вам там я не знаю набили морду вы не не кричите вы начинаете тренироваться чтобы в следующий раз злодеи нападающие встретили достойный отпор вот это правильно но хотя многие ломаются да то есть они склоняют голову но человек осознанный в поражении в проигрыше понимает больше это позволяет подняться многие страны которые потерпели поражение очень быстро восстановились очень быстро посмотрите на японию которая ну понесла сокрушительное поражение от сказать международной коалиции она достаточно серьезно восстановилась и технически интеллектуально промышленно посмотрите на германию которая проиграла войну а и репарации все остальное но она очень быстро восстановилась да можно говорить там немцы порядок нация очень быстро восстановилась знаете в нашей россиюшки между прочим которая также несмотря там вот империя российская достаточно серьезно потеряла в крымской войне действительно проиграла коалиции в крымской войне там были проблемы с вооружением опять же были с воровством вот со всеми этими делами тогда были проблемы с глупостью генералов с построением каких-то там с бравурными отчетами что государь-император мы вот там на шаг от победы сейчас мы там так сказать соберемся и всем наваляем но вот это поражение она привело во всяком случае потому что было пересмотрено и оборонная доктрина и промышленные какие-то вещи это дало толчок ну не настолько сильный да вот не не наверно не полностью было осознанно все равно поражение привело к толчку к победе в результате к возможности восстановить свои силы возможность осознать свои ошибки потому что именно признание своих ошибок не чужих в чужих там чужом глазу мы всегда видим этим соринки да вот своем глазу бревен незамечаемо их там ох как много этих бревен и когда мы начинаем разбираться внутри и понимать и ну во всяком случае пытаться что-то делать то начиная действительно что-то меняться в нашей ситуации здесь я не говорю там кто победит кто проиграет это силы силы богов до разберутся кто прав кто виноват мы не будем здесь давать оценку я говорю с чисто энергетической позиции и что разочарование от проигрыша она болезненно она болезненно но там может сломать судьбы может погубить людей но она дает возможность оглядеться вокруг посмотреть отряхнуться взяться за что-то сделать то что то что раньше на что раньше не обращали внимание на то что раньше не делать посмотреть вокруг убраться вокруг себя и и развиваться и сделать эту территорию счастливее так бывает всегда если мы посмотрим в историю все уже было не раз все уже было не раз и вот этот чванливость вот это смотрение на к на всех на это псевдопатриотизм когда через губу на всех там да вы ничего не понимаете мы там мы великие мы велики вот это величие но как раз вот вселенная все время все время макает макает вот этих великих грязь показывая что нет нет в этом мире великих великих стран великих правителей великих наций нету для вселенной для создателя все это все это его творение его дети и говорит что мы-то любимые а вот эти вот эти какие-то не такие они не до это всегда ведет к тому что вселенная дает урок этим народом дает абсолютно точно и тут как хоть молись хоть не молись хоть жертва приноши приноси ну по-другому не бывает и можно тешить себя надеждами фантазировать что ну мы-то другие мы всех победили ну вот эта победа она может обернуться когда победа в человеке дает вот эту гордыню и все я самый великий мое слово самое сильное я наравне уже там с богами говорю это всегда ведет к тому что такие люди такие правительства опускаются лицом в грязь страдают и они и и все что находится под их управление это понятие энергетические друзья мои поэтому для для себя для каждого когда вы что-то достигли и остановились и сказали все когда спортсмен побеждает в какой-то олимпиаде все начинает уже там ходить по ресторанам уже пользоваться плодами наконец-то он достиг у него появились там финансы с его слова слушают да он уже не тренируется не делает там по четыре тренировки в день он уже больше сидит по кабачкам больше как бы это монетизирует свое вот свою аскезу да он уже там общается там в веселых компаниях с веселыми женщинами это приятно но он перестал тренироваться и он очень быстро из мощного сильного организма превращается в слабого который пытается зацепиться вот за это было и величие но я же я же побеждал я же я же побеждал можем повторить но когда уже вот он понимает что повторить уже это невозможно потому что нет уже сил нету главное духовных сил чтобы сделать это что это победа стала для него поражением потому что вместо того чтобы это стать ступенькой дальше стать стать еще сильнее энергетически физически он он опустился он достиг этой планки все достиг я высшей власти и начинает вот это снимать сливки а работать перестает начинает презирать всех не воспринимать всех как победа или поражение на друзья жизнь или смерть подчас до кому лучше кто-то умер или кто остался тоже спорный вопрос помните как говорил джон сильвер и те кто останется после этого штурма и живые им живые позавидуют мертвым такие такие слова одноногого пирата живые позавидуют мертвым тоже неизвестно в чем победа выполнить свою миссию и уйти или расплыться как помните был такой персонаж в звездных в звездных воинах джаба такая вот такое существо напоминающие жабу еще какой-то очень толстая у которого на поводках сидели красивые женщины у которых там какие-то были были солдаты с ужасающими лицами золото там все у него было но был ли он счастлив это джаба он когда-то наверное он тот был джаба был сильным воином и он захватил стал хозяином но он поплыл он стал джабой и не смог удержать в конце концов он все равно не смог удержать то что пришло к нему потому что он остановился потому что он возгордился собой сложный вопрос но видите я хочу чтобы вы поняли схему победа не всегда есть победа поражение не всегда есть поражение и проклятие богов подчас для некоторых поражение это благословение благословение вселенной которая еще дает шанс говорит остановись посмотри признай свои ошибки человек который умеет признать хотя бы внутри себя не публично сказать да тут я признать покаяться покаяние важный фактор не для кого-то не на показ не на показ а для себя покаяться сказать я что-то делал не так значит я могу остановиться измениться когда я пру все время нет нет я победил я все равно победил я все равно вам все докажу все равно вы все прокляты богами потому что мне они сказали но это смешно это смешно и ведет вот это цепляние цепляние все равно сползает дирая ногти хорошо драгоценные мои друзья конечно наверное беседа не для всех но она касается и этого мира и в общем то каждого из нас потому что у каждого из нас свое вот это сражение и поражение победы и стоит ли радоваться поражению врага или рыдать над собственной победой или гордиться собственной победой вот это очень тонкие вещи которые только осознанность помогает медитация практики позна помогают понять истинную суть вот этих вот бравурных и ужасающих картин все драгоценные пока счастливо